так ребята отдохнули и продолжаем вторая часть вторая часть имеем схему и прежде чем проверять электролитические конденсаторы мы посмотрим из чего состоит источник питания лампового аппарата а он в первую очередь состоит из анодно-накального трансформатора сетевого у которого имеется анодная обмотка одна или несколько накальных и вспомогательной обмотки накальная обмотка первого каскада выводы а а она у нас с выпрямителем постоянным током запитывает фильтрует этот конденсатор c31 запитывает у нас первый лампу первого каскада она мало шумящие туда не нужно чтобы приходил фон переменного тока 50 герц поэтому стоит выпрямитель с конденсатором остальные каскады запитываются просто переменным напряжением вот с обмотки bb тут просто идет 6 3 вольта переменного тока его влияние на последующие каскады уже не существенно накальная обмотка высоковольтная около 250 вольт переменного тока идет через селеновый выпрямитель и поступает на фильтрующий конденсатор электротический сразу же вот 20 микрофарад 350 вольт на нем формируется постоянное напряжение около 290 вольт которое уже раздается налево и направо налево оно пошло вот на индикаторную лампу зеленый глаз оно пошло на питание генератора стирания подмагничивания и через фильтрующий дроссель др пошло на конденсатор сглаживающий 2 c23 то же самое 20 микрофарад 350 вольт дополнительно фильтруется после чего идет и запитывает уже лампу выходного каскада и выходной звуковой трансформатор поступает на экранную сетку лампы 270 вольт поступает на первичную обмотку выходного трансформатора с которого поступает уже на анод лампы этой же 260 вольт небольшое падение напряжения происходит в результате сопротивления обмотки трансформатора сопротивление обмотки дросселя вы видите что в 10-15 падает так при условии того что головки динамиков у нас проверены исправны проверено соединение с трансформатором тогда мы уже будем проверять лампу дальше анодное напряжение идет через сглаживающий гасящий резистор и еще один конденсатор электролитический на корпус понижается немножко на этом резисторе становится 230 вольт идет дальше еще один сглаживающий резистор и еще один фильтрующий конденсатор на массу понижается уже 190 вольт и вот от этой вот ветки собственно говоря питается у нас вся электронная часть нашей кометы собственно как и любого другого лампового магнитофона они очень похожи и усилители и виниловые электрофоны проигрыватели так теперь о конденсаторах наличие или отсутствие фона переменного тока гудения у 50 герц в громкоговорителях зависит очень сильно зависит не только от экранировки схемы от правильно правильного выбора заземляющих точек и так далее но и от электролитических конденсаторов фильтр питания которые со временем могут терять емкость по-хорошему их надо все из схемы изымать и специальным прибором их все проверять их не так много один два собственно говоря три четыре штуки фильтрующих конденсаторы высоковольтных здесь вот их можно отпаять и проверить или запаять заведомо исправные но так как они у нас старого типа и установлены часто в не совсем доступных местах то лучше обойтись косвенными методами проверки например у кого есть стрелочный прибор цешка измерительный то очень хорошо он подходит конденсаторы можно проверять также можно проверять специализированными приборами либо обычными мультиметрами но если мы проверяем обычными мультиметрами цифровыми вот этими китайскими то нужно здесь один из них мультиметр отбраковать нам хорошо подходит мультиметр у которого в режиме прозвонки и проверки диодов при замыкании щупов звук взумели происходит немедленно моментально то есть мы берем два щупа касаемся кратковременно друг друга и звук сразу же приборе дублирует это но это старые приборы в новых приборах отказались китайцы почему-то от этого принципа и ввели задержку убрали так сказать дребезг теперь когда мы ставим на прозвонку вот он пищит этот прибор сейчас сделаем ему чтобы он пищал вот он пищит но здесь нужно концы прижать и подержать где-то через треть секунды только происходит звук если мы кратковременно вот так вот стучим прибор не реагирует вот такой прибор для проверки конденсаторов нам косвенным способом не подходит поэтому берем прибор старый вот такой или стрелочный еще лучше цешку какую-нибудь c435 там или c43 15 сейчас их конечно мало там по броску стрелки можно следить за емкостью конденсатора заряд за током заряда разряда здесь будем ориентироваться на звук просто на звук а как ориентироваться на звук чем больше емкость конденсатора тем будет более длительный звук сопровождающий заряд или разряд этого конденсатора посредством нашего прибора вот берем конденсатор 10 микрофарад 10 микрофарад мы его сейчас будем использовать еще в одном косвенном методе проверки но пока что вот в звуковом берем и соединяем наши щупы плюс и минус с выводами этого конденсатора и держим так чтобы можно могли его менять оперативно полярность плюс минусом так и слушаем коснулись пик слышали да поменяем щупы местами опять пик вот так вот меняя полярность мы слышим что прибор реагирует у этого конденсатора есть емкость чем меньше емкость конденсатора это было 10 микрофарад вот 5 микрофарад здесь емкость будет еще меньше и звук будет еще короче вот но он есть возьмем 1000 микрофарад тут уже все очень существенно вот так то есть немножко тренировавшись вы сможете даже на слух прикидывать какова емкость конденсатора хотя бы порядок 10 100 тысяча сможете это легко определять на слух теперь идем к дедовскому косвенному методу электро искровому напоминаю сразу вам что при работе со включенным ламповым оборудованием нужно строго соблюдать технику безопасности который я рассказывал раньше работать одной рукой и чтобы поблизости был человек готовы оказать вам экстренную помощь так вот мы берем вот у нас есть конденсатор это конденсатор последнего то есть первого каскада в данном случае вот он на нем 190 вольт согласно схемы он стоит для питания входного каскада магнитофона усилителя вот для того чтобы проверить косвенным способом этот конденсатор мы берем конденсатор с аналогичной близкой к нему емкостью то есть здесь у нас 30 микрофарад вот мы взяли 10 микрофарад и соответственно еще и соответственный вольтаж здесь 300 вольт мы взяли 350 вольт вот мы его просто на включенном аппарате убедившись что здесь есть напряжение в этой точке мы подключаем кратковременно параллельно соблюдая полярность минус к минусу плюс к плюсу у нас должна проскакивать искра вы слышали есть щелчок вот она разряжаем на корпус присоединяем заряжаем разряжаем наличие щелчка говорит о том что этот конденсатор в порядке и внутреннее сопротивление его тоже в порядке то есть существ проходит большой зарядный ток и этот зарядный ток вызывает ощутимый визуальный и звуковой эффект не буду не забывайте разрядить этот конденсатор чтобы никто не потрогал потом из ваших домашних точно также можем проверить конденсаторы любые конденсаторы нашей схемы которая находится дальше значит второй каскад будет вот этот конденсатор дальше будет вот вот этот конденсатор и вот этот все их можно прощелкать там где щелчка не будет искрового тот конденсатор не исправен это такой вот косвенный совсем косвенный метод когда ничего больше нет под рукой ну а теперь теперь мы будем учить теорию а а теория тут не сложная тоже как весь магнитофон как вся ламповая техника напряжение с обмотки санодной обмотки трансформатора через сиреновый выпрямитель поступает на сглаживающий фильтр фильтруется конденсатором в данном случае c24 проходит через сглаживающий дроссель где дополнительно отфильтровываются пульсации переменного тока еще один конденсатор это lc фильтр получается и пошло поехало это наше напряжение 270 вольт поехала попадает на выводы выходной лампы выходного пентода контролируем примерно сколько здесь указано по схеме с точностью плюс-минус 20 процентов самое главное конечно следить за вот этим вот катода за катодным резистором смотреть чтобы здесь напряжение было соответствующее плюс-минус 20 процентов в данном случае вот около 7 вольт 6 7 8 вольт значит эта лампа работает нормально идем дальше на вот эту лампу через анодный резистор р44 напряжение поступает на анод здесь получается около 150 160 вольт и на катодном резисторе у нас получается около 3 вольт тоже нормально поехали дальше дополнительный фильтрующий резистор стоит сглаживает пульсации конденсатор фильтрующий и получается здесь где-то 230 вольт канут которые падают на анодном резисторе и попадают на нот лампы 3 каскада раз два три здесь около 150 вольт если так смотрим на катоде около 1 и 2 вольта хорошо лампа исправно идем дальше смотрим на аноде второго каскада около 140 вольт на катодном резисторе смотрим r7 около полутора вольт хорошо идем дальше еще один фильтрующий резистор еще один rc фильтр и приходим к ноду 1 каскада около 120 вольт но плюс минус 20 процентов вы знаете что здесь может быть и 90 вольт и 100 и 130 вот все хорошо катодного резистора здесь нет то лампа работает микротоковом режиме с малыми уровнями входного сигнала поэтому нет катодного резистора ориентируемся просто на анодное напряжение до анодного резистора было 190 после анодного 120 вот примерно такой перепад это хорошо дальше на всех сетках управляющих у каждой лампы есть управляющая сетка расположена между катодом и анодом рисуется вот так пунктирной линии на как раз на них должно быть около нуля здесь около нуля здесь здесь и здесь и здесь потому что с анодной с управляющей сетки всегда есть резистор шунтирующие и на землю на корпус здесь должно быть около нуля если не 0 тогда значит происходит утечка где-то раньше откуда-то идет постоянный ток а тут у нас идет всегда по входу конденсатор надо проверять конденсатор он попадает под подозрение если здесь не ноль дальше прошел этот сигнал вот он пришел с головки вот супер с универсальной головки через переключатель который сейчас стоит в режиме запись в режиме воспроизведения он будет нарисован вот так сюда пришел через конденсатор и на лампу здесь ноль хорошо санода выходит отсюда через переключатель запись воспроизведения опять таки вот здесь будет вот так вот соединен он пройдет через конденсатор на регулятор громкости который шунтирует сетку на корпус здесь тоже должно быть ноль если не ноль вопросы к вот этому конденсатору c4 почему он пропускает ток напряжение из анода придут предыдущего каскада он не должен пропускать постоянное напряжение значит бракуем его если здесь есть напряжение кроме этого косвенный признак что очень сильная очень сильный хруст и треск при вращение регулятора громкости значит здесь присутствует постоянное напряжение она может присутствовать из-за конденсатора меняем прошли с этой лампы со второго каскада санода снимается напряжение точно также через конденсатор это классика для ламповых схем приходит на управляющую сетку третьего каскада так которая тоже заземлена через резистор на корпус здесь тоже должно быть но если не ноль вопросы к вот этому конденсатору и дальше и дальше вот так вот змейкой вот так змейкой пошли пошли через конденсатор пошли на регулятор тембра здесь тоже быть тоже есть резистор который гасит постоянку разряжает на ноль на корпус это же сетка управляющего управляющей лампы здесь тоже должен быть ноль если не ноль вопросы к вот этому конденсатору канонному и все все вплоть до конечного каскада тоже у нас вот есть конденсатор c18 через него уже многократно усиленная переменное напряжение наш полезный сигнал полезный сигнал переменное напряжение через конденсатор и проходит вот а постоянное нет это надо запомнить приходит на управляющую сетку оконечного каскада которая тоже гальванически связана с нулевым с корпусом здесь тоже должен быть ноль или бывает на управляющей сетке небольшой минус это нормально минус потому что есть в катоде сдвигающий резистор обратной связи из-за которого относительно нуля получается немножечко на сетке как бы минус это непонятно говорится но надо запомнить как там анекдоте так все цепочку прохождения сигнала полезного от головки через все каскады ламп вот так вот змейкой змейкой зигзагом мы прошли и пришли к выходной лампе все если на пути не возникло никаких препятствий если вот эти вот режимы указанные анодные катодные у вас стоят здесь в пределах нормы значит у вас все должно в принципе работать если головки громкоговорителей исправны и соединениях права с проводами ничего не нарушенный трансформатор звуковой тоже не поврежденный например все вот эта схема прохождение полезного сигнала можно проверять с помощью подачи какой-нибудь звуковой частоты какого-нибудь звукового генератора или даже теперь с использованием телефонов на вход усилителя и следить дальше как этот сигнал проходит с помощью осциллографа эта схема для так сказать для продвинутых и вряд ли она здесь нужна у нас простая схема у нас есть индикаторная как говорится простая волшебная отвертка вот на которую я просто надел трубочку чтобы изолировать жало просто отвертка вот с такой трубочкой она становится волшебной индикаторной мы будем этой отверткой касаться управляющей сетки лампы по очереди начиная с выходной и слушать прохождение сигнала через громкоговоритель будет реакции или нет для того чтобы был сигнал сильнее мы прикасаемся одним пальчиком вот сюда к жалу вот так вот и слушаем что происходит динамиках если реакция есть значит эта лампа исправно идем к следующей прикасаемся здесь на эту сеточку дальше 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 до первого каскада и мы найдем таким образом то место где у нас потерялся сигнал допустим здесь он был а здесь его нет значит тогда вопросы к вот этой вот цепочки тут буквально два-три резистора регулятор тембра и пару конденсаторов здесь ничего сложного нигде нет самое сложное у нас это вот это цепь коррекции переключателя скоростей вот это вот гитара набранная из множества резисторов и конденсаторов ее целостность надо проверять с особой тщательностью потому что именно из-за неисправности вот этих резисторов или конденсаторов у нас магнитофон будет играть либо очень громко и хрипло либо очень тихо либо не будет высоких часов частот либо не будет низких частот в общем звуком не понравится если неисправность здесь бывают эти переключатели даже установлены на свое место неправильно опору повернута на 180 градусов еще с завода изготовителя ну люди не знают как это должно играть допустим покупают магнитофон слушают всю жизнь высоцкого и довольны а потом оказывается что он магнитофон всю жизнь работал шиворот на выворот коррекции не было так переходим к магнитофону и будем проводить эксперимент перед началом эксперимента мы включаем на магнитофоне воспроизведение режим и добавляем громкость полностью настолько добавили громкость что у нас прям даже слышно как разговаривает радио потому что в нашем доме очень большие наводки от этой радиотрансляционной сети дурацкой которая там натянута провода на крыше вот они у нас над головой вот так вот нас всю жизнь окружают они нам будут мешать ну ладно но не сильно вот лампа выходного каскада 6p 14p выходной пинтод все лампы у нас в данном магнитофоне девяти штырьковые вставлены в панельки и номера на панельках считаются по часовой стрелке начиная от первой ножки вот у нас нейтральная ножка нейтральный вывод который никуда не подключен он идет она поет не могу идет на заклепку посреди панельки эта ножка не считается дальше пошла по часовой стрелке первая вторая третья четвертая пятая шестая седьмая восьмая девятая все они пошли по часовой стрелке мы смотрим на схему нам интересно сетка управляющая сетка этой выходной лампы это вывод номер два вот мы сейчас за второй вывод будем немножечко трогаться вот этой отверткой так номер один номер два и будем слушать реакции надеюсь вам слышно реакция вот так есть эта лампа имеет невысокий коэффициент усиления поэтому реакция на наш палец на наше прикосновение не сильно яркая на второй лампе уже просуммируется коэффициент усиления этой лампы и будет совсем другой эффект вы услышите значит это будет следующая лампа это вывод тоже номер два лампы l32 6 n 1p берем вот она рядышком за стоит ходить далеко не надо то же самое нейтральный вывод первый второй прикасаемся здесь вы уже слышите реакция очень яркая и мы понимаем что и первая лампа то есть и выходной каскад и пред выходной работают в нормальном режиме у нас это еще дополнительно тем слышно что в динамиках шум и наводки от радиотрансляции они нам дают тут жизни в 12 часов ночи пока не выключат после 12 тишина даже не знаю кто сейчас пользуется этими репродукторами трансляционными точками но вот они есть функционируют так теперь мы пойдем на следующую по цепочке каскада видите мы идем с выхода на вход то есть от динамиков и к входной головки пойдем значит это проверили это проверили теперь проверяем вот эту вот секцию l21 здесь тоже вывод номер два ищем эту лампу и будем ее проверять так вот она у нас вот на ней надет защитный экран тоже от помех вот помех вот этой всяких радиостанций 6 1 п тоже стоит тоже берем у нее штырек номер два считаем вот нейтрального вот этого лепестка 1 2 вот слышите звук есть он усилен и он немножко другой он более басовитый здесь мы слышим не яркие сепелявые наводки радио как на предыдущем каскаде а слышим басовитое гудение 50 герц объясняется это тем что здесь уже работает на этом участке схемы уже работает вот это вот частотно зависимая цепочка которая поднимает у магнитофона в режиме воспроизведения поднимает низкие частоты так и остается у нас по схеме проверить еще второй каскад вывод номер семь этой же лампы здесь будет вообще усиление бешеное так считаем в обратном порядке вот лепестка нейтрального 987 вообще рычит все с этой с этой частью тоже прекрасно схемы и остается только входная лампа вывод номер шесть к нему припаян конденсатор был припаян конденсатор электролитический вот такой вот 5 микрофарад и несмотря на то что он 71 года он живой я его проверял померил емкость он не потерял такое бывает причем бывает довольно часто вот в цепи накала 1 этой же самой лампы стоял конденсатор 500 микрофарад он потерял у него емкость 0 так что раз на не приходится всегда с улыбкой смотрю на людей которые меняют все конденсаторы кучей сразу скопом все в охапку и все поставят новые в ряде случаев это мартышкин труд а потом говорят ой что-то совсем перестала работать потому что во время вмешательства где-то допустили косяк где-то что-то замкнули или где-то что-то не так запаяли и все потом разбирайся ну и и вот здесь вот вместо электроэтического конденсатора во входных каскадах я ставлю обычно пленочные конденсаторы вот эти они дешевые и у них достаточно хорошие параметры к 7317 к 7311 подобные они себя хорошо зарекомендовали сток утечки у них очень маленький ничтожный напряжение у них запасом хорошая ну и вот берем за этот вывод и вы слышите сразу реакцию то есть я даже не прикасаюсь сюда пальцем если прикасаться пальцем за это куда там тут просто руку подносишь и она вон еще даже не касаясь вот чувствительность этого каскада очень велика поэтому напоминаю не пренебрегайте установкой вот этого вот экрана защитного который сюда ставится и прикручиваются вот этими болтиками который защищает закрывает вот эту вот схему вот вот слышите радио сразу если сделаю на максимум потом прислоню экран вы заметите разницу видите разница на лицо что вы тренировкой надо заниматься со всей ответственностью так что следующее сейчас подумаю да ну в более короткой серии я уже говорил что после того как вы все сделали у вас все работает вы проверьте визуальное качество монтажа еще раз и простучите аккуратненько схему простукивание это наше все чтобы найти плохие контакты вот которые я уже показывал вот здесь я обнаружил когда уже все было готово вот вот такой вот не пропай который может потом вылазить боком и мешать вам портить удовольствие так сказать прослушивание то есть все простучали нашли выявили где по какой панельки ну что мне еще не встречались аппараты где все было бы хорошо обязательно где-то находится какая-нибудь закалыка так переворачиваем магнитофон и попробуем как он играет сейчас попробуем работает ну это уже музыка бонусная так сказать этот аппарат еще нужно настраивать на запись настройку записи и особенно что важно только подмагничивание для того чтобы запись была качественной рассмотрим следующей серии то серия будет уже решающий отдельно посвящена именно на регулировке записи механику я вам всю рассказал как делать с электронной частью мы тоже вроде разобрались самым сложным но уже для регулировки тока подмагничивания конечно желателен будет миллиампер милливольтметр переменного тока но если нету или осциллограф и все лучше если его не будет столу как всегда подойдет нам обычный китайский прибор который имеет мерить переменное напряжение милливольт и так вот этот у нас сколько тут меряет он у нас меряет переменку от 200 милливольт то есть такой прибор годится 200 милливольт шкала 2 вольта 20 и так далее пошло он уже у меня заслуженный он у меня уже заклеенный чего он только в жизни не повидал ему уже лет не меньше чем 15 так ну все на сегодня благодарю вас за просмотр и за терпение что вы досмотрели до конца теперь дай бог вам удачи настроить ваши аппараты чтобы не было никаких проблем и в следующей передаче мы встречаемся и настраиваем запись все ваш аппарат будет конфетка всего доброго до свидания будьте здоровы и мирного неба вам над головой